Рав Давид, шалом, хода што, благословенного месяца. Рав Давид, сейчас в Израиле наступает резон дождей. Буквально сегодня было большое благословение Всевышнего, был сильный дождь, и в это время в нашей главной молитве, в Шмон Эстре, мы меняем ставки. И, Рав Давид, помогите, пожалуйста, понять глубину смысла этих ставок, потому что где-то мы просто упоминаем о дожде, в другом месте мы будем в Хешване просить дождь. Скажите, пожалуйста, что это значит, и какую каванну нужно держать, когда ты произносишь молитву. Да, все мы ждали сегодняшний дождь. Когда есть дожди, всегда есть ощущение брахи, связи со Всевышним. И очень хороший вопрос. Мы начали упоминать о дожде, но просить мы начнем только в Израиле на Хешване, потому что обычай был приходить раза в год. Вот евреи собирались в Иерусалиме, чтобы принести в Бейт-Микдаш вертоприношение, и для того, чтобы их на обратном дороге дождь не достал врасплох, мы ждем две недели, пока не дойдут, они жили в Вавилоне, евреи тогда, ждем две недели, и с Зайн-Хешван уже начинаем просить о дожде. Интересно, что упоминаем мы, когда упоминаем про дождь, мы говорим возвращающий ветер и спускающий дождь. А когда будем просить о дожде, мы скажем дай нам росу и дождь для брахи. Да, то есть тут ветер и дождь, там роса и дождь, но дождь тоже называется разными словами. Да, упоминаем мы словом Гешем, а просим словом Матар. Какая разница между ними? Вообще многие спрашивают, зачем нужно молиться о дожде? Ведь дождь это очень естественная вещь. Да, есть круговорот воды в природе, вода испаряется, собирается туча, и выпадает дождь. Да, это так во всем мире, никто не молится, никто не просит, и всегда есть дожди. Да, и то же самое в Израиле, есть тут реки, озера, вода испаряется, и будет дождь. Да, вопрос-то правильный. И на самом деле, Гешем, которые мы упоминаем, даст словом Гешем, это слово Гешмиют материальный. Говорится именно про такой дождь, который приходит в рамках законов природы. Но вода может испариться над Израилем, а ветер может отнести тучу в Египет, в Сирию, в Иорданию, в Ливан. Поэтому нам нужно помолиться, чтобы Маши в Аруах, чтобы Всевышний нам вернул ветер, и чтобы, наоборот, ветер принес тучу, да, и дождь выпал именно в том месте, где нам необходимо, где есть урожай, где, да, где, ну, где нам нужна вода. Поэтому мы говорим, Маши в Аруах, у Мурида Гешем. А когда мы начнем просить про дождь, мы будем говорить слово Матар. И слово Матар упоминается в Торе, во второй главе книги Берешит. Там есть следующий сюжет. Мы знаем, что все растения, деревья, травы, они были созданы в третий день творения. И написано во второй главе, что они, хотя и были созданы, но они стояли на выходе из земли и не росли. Потому что в Матар еще не было дождя, написано, там называется дождь словом Матар. Потому что нету человека, который бы, человек еще не обрабатывал землю. И объясняет Раши, комментатор, что Всевышний ждал, что когда человек начнет обрабатывать землю, он увидит, что для того, чтобы урожай вырос, ему нужен дождь, он обратится ко Всевышнему и попросит его о дожде. Иногда он даст ему дождь, и тогда уже растения будут расти. То есть, тут говорится, Всевышний сам так хотел, он не хотел просто так давать дождь, он хотел, чтобы человек понял, что ему это необходимо, понял, что только Всевышний может это ему дать, обратился ко Всевышнему, и тогда он ему даст. И здесь, в принципе, заложена вся суть молитвы. Потому что Всевышний знает, что нам необходимо. Он может нам и так все дать. Но он хочет, чтобы у нас была связь с ними. Связь с ним, с Творцом. И поэтому мы должны видеть, что нам не хватает. Даже вот шахарит, утре молитвы, это филобокер, бакара. Слово проверка. То есть, человек утром встает, у него есть целый день, он думает, что ему нужно на этот день. Он начинает просить у Всевышнего, да, и Всевышний ему дает то, что считает необходимым. То есть, это и есть вот этот матар, это божественный дождь, который выпадает, когда человек понимает, что он нам нужен, он выпадает в нужном месте, да, нам нужно, допустим, чтобы было немало дождя, потому что это не поможет, да, и не слишком много дождя, чтобы не затопило. Нам нужно, если он чуть раньше выпадет, тогда урожай испортится. Если он позже выпадет, то урожай тоже не вырастет. Нам нужно, чтобы он выпал в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве, да, и поэтому матар, это божественный дождь, и мы начинаем просить о нем тенталю матар ли браха. Но при этом мы продолжаем и упоминать про дождь, который в, то есть заин хишван, даже мы начинаем уже просить про дождь, мы не прекращаем упоминать в начале молитвы и про ветер, и гешем тоже, потому что естественный дождь, да, он все равно выпадет, нам только важно, чтобы ветер принес его в нужное место, но просим мы еще и про божественный дождь, который не выпадет, если человек не попросит об этом. Да, и в принципе это, мы учим отсюда из дождя на всю нашу жизнь. Есть много вещей, которые мы можем добиться естественным путем, да, человек, допустим, у него есть образование, он может пойти и работать по своей специальности, да, но вопрос, какой ветер куда подует, то есть, какое место он себе найдет, какие люди вокруг него будут, какую зарплату он получит, насколько этот процесс он будет увлекать, да, это все, то есть, естественные вещи мы тоже должны просить Швишну, чтобы он нас привел в нужное место с этими естественными вещами, а есть много вещей, которые, если мы не попросим, не поймем, что нам этого не хватает, да, и не поймем, что только от Творца это зависит, и не попросим его, у нас этого не будет, потому что он ждет, он даст нам, но он ждет, что мы его попросим, потому что только через это у нас есть с Творцом связь, и мы видим даже, что вот в чем было проклятие змея, ему сказали, ты будешь ползать, на брюхе будешь, да, ползать, будешь есть землю, и спрашивают в Талмуд, в трактате Хулин, это разве проклятие, да, во-первых, земля везде есть, змея везде ползает, везде есть земля, во-вторых, даже ему нагибаться не нужно, ничего не нужно делать, он уже лежит на земле и может питаться, да, отвечает Талмуд, что Всевышний говорит, ну, ко мне больше не обращайся, вот у тебя все есть, да, ты хотел, ты захотел, Адам решен, от меня отвергся, да, чтобы согрешил, вот, я не хочу тебя видеть, слышать, вот, ко мне больше не обращайся, да, тебе даже кланяться не нужно и просить не нужно, у тебя все есть, в этом и есть проклятие, проклятие, это разрыв отношений человека со Всевышним, да, так, почему Всевышний хочет, чтобы мы его просили и умолились, да, потому что он хочет этим самым постоянную связь, чтобы у нас была с ним постоянная связь, и за то, что я нам желаю всем, да, в этих двух вещах и вещах, которые естественные, которые нам кажется, что мы и так их получим, они у нас, да, под контролем, да, нужно молиться, чтобы ветер подул в нужном месте, в нужную сторону, чтобы это все пришло, да, в красивом виде, и то, что нам необходимо, чтобы мы всегда обращались ко Всевышнему, и он нам все удаст, все поможет, так, как он считает нужным. Спасибо большое, Равдавид, за вашу мудрость, и благодаря этому я буду молиться с еще большей Кованой, с Божьей помощью. Спасибо вам большое, и надеюсь, что в следующий раз у меня будет возможность еще раз задать вам интересные, нужные, надеюсь, всем вопросы. Спасибо большое, Ходоштов. Ходоштов. Ходоштов.